здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов мы с вами изготавливали нимфу с применением вот таких материалов фирмы hands как вы вот видите это специально материал для изготовления тела он имеет разные здесь оттенки цвета это вот у меня такой набор и сразу после выхода фильма я получил ряд вопросов на которой я отвечу вам лучшим фильме тело можно изготавливать не имея этих материалов я взял крючок номер 18 фирмы strike грузил его латунной бусинкой ну чуть больше где-то миллиметров может миллиметр с копейками нить белая закрепил хвостик как я уже рассказывал из остатков вот таких вот перьев чтобы были хорошие стекловидные у них перышки и теперь давайте будем изготавливать можно изготавливать из такого материала как показал вам я есть вот попадается иногда вот такие резинки которая стрейчевая ее толщина вполне позволяет изготовить тело но на несколько более крупной мушки как вы видите вот можно спокойно изготовить тело можно изготавливать из медицинской перчатки которой изготавливалась раньше но мы с вами будем изготавливать тело из тех подручных материалов вот как вы видите как я уже неоднократно говорил это изделие номер два я отрезал вот такая как вы видите не совсем суразная не совсем ровная полосочка латекса это натуральный латекс поэтому нам в нашей работе он очень подойдет для изготовления тела крепить мы его с вами будем у хвостика но учитывая то что наша нимфа должна просматриваться какое-то тело поэтому я возьму для изготовления совсем небольшой вот такой кусочек черного люрекса который бы немножко у меня рассматривался через весь мой материал подхватил ему здесь и теперь можем спокойненько закрепить нашу пленку учитывая то что она немножко непослушная и достаточно тонкая я предварительно ее вот так закрепил натягиваем и подводим к месту крепления нашего с вами хвостика теперь нам надо белой ниткой промотать полностью сделать подложку чтобы у нас было с вами ровная белая красивая подложка которую мы с вами сможем потом подкрасить мы с вами подготовили тело и я у шарика закрепил сразу вот такой кусочек пленочки для того чтобы можно было сделать нам чехлик в качестве привлекающего элемента я на месте там где у нас хвостик заднюю часть немножечко подкрашу красным и теперь нам необходимо взять наш люрекс и выполнить произвольном порядке выберите для себя сами с какой шириной частотой изготовить как бы наши ребрышки для нимфы возьмем теперь другую нить более темную и закрепим теперь наш материал остатки удаляем остается только лишь взять теперь наш латекс и очень очень аккуратно следим за тем чтобы у нас не захватывала другой материал начинаем выполнять обмотку с небольшой натяжкой так чтобы у нас хорошо просматривалась наше тело можно не сегментировать его а потом сверху промотать это так как будет вам допустим уже удобно и потом уже в процессе изготовления мы с вами подкрасим нашу нимфу в коричневый желтый зеленый любой оттенок который вам будет ближе до души и формируем вот такое ровно и не за один слой доходим до нашего шарика и здесь теперь закрепим наш материал учитывая то что материал у нас немножко скользкий мы немножко добавим здесь клей чтобы не нагромождать материалы я обычно это делаю нанесу на нить и сделаем пару оборотов этого будет достаточно теперь пока мы еще имеем такую возможность я возьму вот немножко вот такого оттенка зеленого наш фломастер спиртовой и спокойненько подкрасим нашу нимфу годится и теперь нам остается только лишь изготовить грудку и закрыть чехлик в качестве материала который я буду использовать в качестве грудки и лапок это вот такой материал который довольно таки хорошо себя зарекомендовал совсем совсем немножечко для того чтобы только обозначить так как наша нимфочка очень маленькая и большое количество здесь материала не нужно учитывая вашу просьбу мы ее изготавливаем ну в самом простом варианте в каком только лишь возможно ее изготовить вот хорошо обозначили теперь нам необходимо с вами подкрасить чехлик и накрыть сверху немножко я подкрасил чехлик подрезал его как положено и вот как видно вот такая нимфа довольно таки маленькая готова к работе как вы видите можно обойтись и немножко другими материалами пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч